Коми подходит к концу реализация проектов в рамках программы «Народный бюджет» на этот год. Из 545 отобранных идей воплощены в жизни 470. В пяти муниципалитетах все работы уже завершены, в других остались единичные недоработки. В Ухтинском районе, к примеру, реализовано 15 проектов из 17. Что уже сделано, а что еще предстоит завершить, расскажет Виктория Науменко. Небольшая по меркам взрослых, но такая нужная для малышей. Спортивная площадка на базе детского сада номер 12 в микрорайоне Урмзе стала настоящим подарком для воспитанников и их родителей. Все дети любят спорт, бегают, прыгают, развиваются. Это, наверное, для нас самое главное, чтобы наши дети были активны, им нравилось ходить в садик, потому что различные площадки всегда нужны. На обустройство площадки ушло 750 тысяч рублей с учетом подготовительных земляных работ. Безопасное покрытие, ворота для игры в футбол, баскетбольное кольцо. Теперь здесь есть все необходимое для активного досуга малышей при общении к спорту. Заметить у ребенка спортивные способности, чтобы развивать их дальше, можно уже до школьном возрасте. Главное, чтобы было где заниматься спортом, считает руководство детского сада. Но раньше здесь не было ничего, здесь было как бы у нас пустырь, но просто деревья. Благодаря участию в нашем народном бюджете проект «Быть здоровыми хотим» оборудование спортивной площадки для дошкольников детского сада номер 12 города Ухты, у нас теперь здесь и есть спортивная площадка. Еще один существующий спортивный объект в Ухтинском районе благодаря народному бюджету удалось обновить. Хоккейный корт на территории спорткомплекса «Шахтер» в поселке Ярига давно нуждался в ремонте. Он используется круглогодично. Зимой здесь каток, летом теннисный баскетбольный корт, место проведения массовых мероприятий. Борта хоккейного корта износились. Здесь установлены новые хоккейные борта. Старые уже пришли, будем так говорить, негодность, и хотелось поменять. Помимо этого были укреплены каскад, скелет, будем так говорить, на котором держатся наши борта. Поэтому вновь новый хоккейный корт примет наших ребят и любите их хоккея зимой уже в обновленном виде. Почти все ухтинские проекты народного бюджета в этом году реализованы в пригородных и отдаленных поселках. Вероятно, играет роль сплоченность местных жителей. Реализация во многом зависит от инициативности граждан. Так, в клубе поселка «Шудаяк» благодаря инициативным родителям воспитанников кружка танцев на средства народного бюджета удалось отремонтировать хореографический зал. А именно покрытие, которое за 10 лет интенсивного использования износилось и стало доставлять юным танцорам массу неудобств. Мы его красили, перекрашивали. Потом получилось, что у нас покрытие было специальное, но не бальное, можно так сказать. И получилось, что у нас начало сходить верхнее покрытие, и развалилось оно. Дети получали травмы, были щепки, были занозы. Узнав о возможности ремонта класса по программе «Народный бюджет», мы родители старшей группы «Звезда», потому что 10 лет мы все-таки провели в этом классе, выступили с инициативой. Нашу инициативу поддержало общее собрание жителей поселка «Шудаяк», на котором было принято решение о софинансировании нашего участия в данном проекте. И когда мы, конечно, прошли отбор, наше предложение прошло отбор на именно республиканском этапе, мы поверили, что ремонт нашего класса станет реальностью, и вот все получилось. Так, при поддержке сплоченных активистов на средства народного бюджета закупили видеооборудование для людей с ограничениями зрения и слуха в кинотеатре Дома культуры поселка Водный, спортивное оборудование для школьников микрорайона «Озерный», заменили окна в местной школе, отремонтировали дворовую территорию, пешеходную дорожку в поселке Сидью. До конца ноября в Ухтинском районе полностью завершат реализацию всех 17 проектов 2022 года. Тогда же на республиканском уровне примут решение, какие выдвинутые населением проекты народного бюджета будут реализованы в следующем году. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрган. Ухта!